Приветствую, друзья! Вы в гостях у Екатерины в оранжерейке. Кажется, что оранжерейка опустевшая? Согласна. Многие растения вынесены на улицу. Обычно вот здесь стоит раукария, подвесные кашпо, внизу куча растений. Но вот в таком виде оранжерейка мне больше нравится. Но раз есть эти растения, которые я приютила, вырастила, значит надо и дальше о них заботиться. Осенью все они будут занесены сюда. Во дворе у меня тоже уже красиво зелено благодаря моим растениям. Но сегодняшний сюжет о том, что надо время от времени заглядывать в лунный календарь. Для этого у нас есть интернет. Мы вбиваем лунный календарь любителей комнатных растений или цветоводов на май. И указываем год. Ищем то число, которое нам необходимо на данный момент. Сегодня 8 мая. Я зашла в интернет и посмотрите, какую рекомендацию я получила. Сейчас по лунному календарю время не работать с растениями. Убывающая луна. Отличное время для посадки клубнелуковичных растений и растений растущими вверх длинным вьющимся стеблем. Кроме того, можно укоренить черенки, бороться с болезнями и вредителями. При этом не лучшее время для пересадки цветов, замачивания семян для обрезки при щипке побегов. Раны будут долго заживать. Все это вы найдете у себя по вашему запросу. Поэтому сегодня я осматриваю мои растения. У нас дождь, но дождь хороший, тихий. Очень нужен был дождик для моего сада и вообще для растений. Да, и было сказано, что можно посадить вьющиеся растения. Сейчас я покажу вам черенки растения, которая стояла вот здесь. И было оно шикарным. Этому растению было более 20 лет. Это сциндапсус золотистый или эпипренум ауриум. Черенков получилось много. Не все черенки дали шикарные корешки. Но сейчас я вам покажу, как выглядят черенки в одной из баночек, куда они были установлены. Оказывается, не в баночке, а в вазе стоит посадить. Я приглашаю вас во двор для посадки тех черенков, которые дали хорошие корешки. Сейчас я проверю во всех емкостях и посажу в большой горшок. Растение было огромным. Как я сказала, ему больше 20 лет было. Поэтому вы видите, сколько у меня череночков. Есть откуда выбрать черенки с самыми хорошими корешками. Но буду я это делать во дворе, так как у нас в Молдове погода позволяет этим заняться. Горшок с дренажом уже подготовлен. На дне есть дренажные отверстия. Как дренаж использую гальку. И теперь о составном грунте. Важная часть грунта – перегной с моего участка. Перегной делаю в бочках. Прекрасный растительный перегной, обработанный красными калифорнийскими червячками. Добавляю песок. Желательно, конечно, крупнозернистый, но нет у меня. Поэтому добавляю такой. И использую универсальный субстрат. Очень я довольна этой фирмой. Вот она. Использую коровью лепешку, которую буду устанавливать на дно горшка в виде кусочка. И древесный уголь. Он идет и как часть дренажа, и как подпитка. Здесь минеральные удобрения. Я показывала сюжет, как можно наполнить древесный уголь азотом, фосфором, калием. Приступаю вначале к подготовке грунта. Универсальный субстрат. Такое же количество добавляю перегноя. Видите, у меня ничуть не хуже. Две части песка. И теперь все это надо перемешать. И прекрасный грунт готов. Если нет песка, добавляйте перлит. Добавляйте вермикулит. Очень хорошо. Песок нужен для того, чтобы грунт стал более рыхлым и проницаемым водой. На дно куски коровьей лепешки. Когда корешки дойдут до этого слоя, они уже в почве возьмут много питательных элементов. И почва будет более скудной. И тогда уже корешки дойдут до этого слоя. И будут питаться. Лепешки должны быть сухие-сухие. Нельзя, чтобы они были влажные. У меня они уже год как лежат для любимых растений. Добавляю сюда вот этот уголь. И теперь уже беру череночки. Черенки выбрала. Замечательные. С хорошими корешками. И начинаю их укладывать. Грунт должен быть легкий, питательный. Смотрите, какие корешочки. Сказала, что выложу очень много черенков. Для того, чтобы кашпо получилось шикарное. Видите, какие корешки. Шикарные корешочки. Укладываю по кругу, а потом уже и в центр. Да, на улице хорошо этим заниматься. Видите, какое чудо. Шикарные. Выбрала самые-самые хорошие. Вот этот лист можно убрать. Если череночки не такие длинные, можно слой грунта поднять выше. Даже, смотрите, без листьев дали хорошие корешочки. Добавлю грунт, а потом еще уложу черенки. Грунт добавлен. И теперь еще добавляю в центр. Вот так, полулежа. Тут как раз хорошие череночки с корешками. И дальше досыпаю грунт. Грунт должен пройти во все щели. И грунта уходит очень много. Обычно я вот так вот еще. Добавляю. Корешочки все должны быть прикрыты. Можно сюда еще 2-3 череночка. Сейчас я установлю. Черенков шикарных у меня много. Поэтому с удовольствием их устанавливаю в кашпо, чтобы кашпо у меня было шикарным. Добавляю еще грунт и поливаю. Дать грунту впитать как можно больше воды и отправить в оранжерей. Вы видели, что грунт был совершенно сухой. Поэтому установила ванночку, чтобы вода, стекая, дала возможность еще раз грунту впитать эту воду. Останется только занести в оранжерейку и ждать хороших результатов. Пользуйтесь лунным календарем. Он всегда вам подскажет, как поступить с растениями в тот или иной день. С вами Екатерина Молдова. Май 2023 года. Ansuity88 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Т.Егоровы Т.К К к-коп Субтитры 항상 вYes Nu ripped시. А.Кулак Экспор boiling Экспорной Т.К